Здорово, Ютуб! Сегодня в выпуске история Джон Джона Джеймисона. Враг номер один Человека-паука, появившийся в комиксах Марвел в 1963 году. В разных комиксах его представляют упрямым, истеричным и завидующим Человека-пауку. То как заботливого начальника, который недолюбливает паука из страха, что его примеру может следовать неопытные дети и убиваться, пытаясь геройствовать. Джона неоднократно загонял паука в угол, и у него самого была весьма интересная жизнь. К сожалению, Джеймисон с детства был суровым типом. Это проявлялось, когда он в старших классах избил в кровавое месиво трех хулиганов, задиравших его и бывших лучшими атлетами в школе. В газете Дейлер Багл он присоединился в роли простого фотографа, притом практически сразу прославился, когда раздобыл информацию о том, что настоящий капитан Америка пропал без вести. Хотя правительство это отрицало. Военным корреспондентом он тоже был, а слабаков на такие должности не берут. Со временем Джеймисон выкупил газету и стал в ней главным издателем. Газета подчинялась его издательству, Джеймисон Пабликейшн, и главным редактором. Наиболее прославился тройной Джей своими нападками на супергероев, в целом и на Человека-паука в частности. Он еще терпел, пока Спайди был рестлером. Но когда человек с опасными силами берет закон в свои руки, тут Джон Джона не может просто молча это принять. Став мэром Нью-Йорка, Джеймисон организовал специальный ударный отряд, призванный охотиться на Человека-паука. При этом, к великому удивлению, Спайди, когда в тело Питера вселился Отто Октавиус и превозгласил себя новым Человеком-пауком, Супериер Спайдермен. Джон Джона оказал ему всяческое содействие, даже паучий сигнал на крыше Дели Бага установил. Правда, со временем отношения Человека-паука и Джеймисона вновь ухудшились. Продолжение следует...